здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня 20 апреля и вокруг этой даты я всегда сею семена кабачков тыков ну и в этом году эксперимент арбузов на рассаду семена огурцов я на рассаду не сею а сею семенами сразу в парник огурцы на рассаду сеют только сорт зазули ну я вам уже показывала много видео и следующее как раз видео будет о том как уже готовую рассаду буду переваливать в парник а сегодня именно вот кабачки и тыквы ну в обзоре семян уже показывала но еще раз пробегусь что буду сеять ну во первых эксперимент по арбузам я думаю что эксперимент мой будет неудачным но вообще-то я оптимист буду думать что все-таки будет удачно если лето хорошее почему арбуза ведь я купил арбузы для северных регионов меня часто ругать что не говорю где я проживает ленинградская область можно сказать самый север ленинградской области северо-восток поэтому климат у нас еще тут и вот я купила для северных регионов и вот этот огур огурец из серии видите северные овощи вот порционные арбузики они небольшие вырастают там сколько этот арбуз значит за 23 килограмма арбуз порционный красный кай вырастает значит тут написано так правда написано 70 килограмм вот такой для северных регионов но 7 10 конечно наверное у нас не вырастет но попробуем хочу посадить в открытый грунт на теплую грядку под укрытие вот так кабачки вот в этом году мне очень понравился вот такой вот кабачок ну красивый даже на вид написано нежный зефир и я в обзоре когда показывала мне очень много людей писали что уже пробовали действительно нежный вкусный кабачок ну вот какой-то такой очень красивенький мои любимые цвета что называется аэронавт старый сорт цукини потому что растет его очень много и беспроигрышная серия вот такой очень люблю желтые кабачки особенно люблю желтые маринованные кабачки в этом году обычно золотинку сажала в этом году увидела вот такой пеппи ну и кавили кавили уже сажаю не первый год наверное 3 очень нравится кабачок из-за того что он очень нежный не надо счищать даже с них вот шкурку долго не перерастает на грядке то есть он не растет такие знаете там огромные-огромные потихонечку растет очень нежный и вкусный вот это что касается собачков теперь тыквы тыква любим мы уже знаете много раз говорила об этом тыква конфетка красная-оранжевая мякоть ну уже многие знают это тыковку их вырастает много вот один-два килограмма поэтому с тыквой с такой конфетка очень удобно разрезал скушал не надо вот огромную тыкву придумывать что с нее делать хотя у меня есть и огромный люблю очень вот эти тыквы форме груши что называется арахисовое масло потому что здесь семян совсем мало только вот в этом вот здесь семена находится вот это вся мя именно мякоть вот тоже сажаю уже несколько лет эту тыкву ананасная тыква вот первый год вот она имеет тоже такую же форму ну я так думаю что она очень вкусная вот эта тыква медовая действительно медовый десерт действительно такая тыква готовы здесь нюра у нас балуется медовый десерт вот я фотографии даже такие дела когда ее разрезаешь но она крупная достаточно тыква и и прямо знаете капельки на ней образуются как будто капельки меда такие засахаренные прям вот вся корочка именно в этих капельках очень сладкая тыква очень она крупная и тыква вот крупноплодная амазонка первый год тыква витаминная ну ее все знают тыков мне надо много мы любим во всех видах вот буду на рассаду подготовила вот такие стаканчики ящички каждый стаканчик подписала как могла что хочу вам сказать последнее время семена всходят туго поэтому вот сделала небольшие ямочки пролила горячей водой вот эту землю потому что сейчас но она уже подостыла я работаю на улице и я поставлю это все в парник вернее в теплицу закрою пленкой когда посажу и в теплицу как бы по-разному семена очень прорастают очень по-разному вот например аэронавт кто-то вообще не проклюнулся кто-то уже вот так вылупиться успел тоже кавили посмотрите этот уже такой этот вылезает эти три даже не дали ростка потом но арбузики проросли вроде хорошо но проклюнулись я имею ввиду вот зефир ни одного росточка ни одного даже и папе желтый вот только два проросли остальные посмотрите ну только что наклюнулись вот так прорастают семена поэтому заглублять хоть они крупные естественно до семена заглублять сильно не надо сейчас разложу вот немножечко и лучше сверху присыпать земелькой семена разложилась поближе покажу вам вот так разложила видите не глубоко вот где семена не проклюнулись ну и достаточно большой горшок пока по два семени положила но если зайдут то одно уберу конечно же вот так и теперь слегка земелька буду засыпать лучше сверху вот так буквально там сантиметр а здесь уже видите насколько проросли что уже только корешок закрывают разная схожесть просто вообще отличается очень сильно у кого-то хорошая такая быстрая всхожесть семян не всхожесть вернее проклевывание а у других конечно намного меньше вот так сверху все засыплю немножечко прижать не сильно последнее время очень долго всходит все тем более что я поставлю в парник и там но днем тоже жарко но что-то не очень жарко поэтому сходить я так думаю что они будут не быстро вот такая вот сейчас работа ну вот все засыпала рыхленькой земелькой слегка слегка уплотнила семечко откуда-то выпало и все теперь накрою каждый вот у меня есть такие мешочки можно прямо найти в мешок из-под мусора натянуть потому что часто свет не нужен зато будет тепло и убираю в теплицу как появится всходы сниму покажу вам и отчитаюсь кто-нибудь обязательно напишет зачем так много но это я не на себя только сею а и на того парня и поеду к мамочке 1 мая в гости отвезу им рассаду которая зайдет потому что там проблемы и еще не посеяли мама с сестрой вот что-нибудь обязательно кто-нибудь попросит потому что приходят за рассадой цветов видят рассаду мою кабачков и тоже оказывается надо поэтому сажают чуток побольше ну и с учетом того что а вдруг что-нибудь не взойдет так тоже бывает или не дай бог пропадет ну всякие такие нюансы себе для моей всей большой семьи достаточно 6 растений кабачков я уже знаю точно предостаточно ну и где-то я сажаю может быть 6-8 растений тык ну разных вот арбуза не знаю посажу пять штук посмотрим что там получится ну сто процентов то я не уверена просто место очень хорошее в этом году когда буду высевать вернее высаживать я вам покажу вместо очень тепло и хорошее надеюсь на теплое лето поэтому и посеяла арбузы так конечно они мне не очень нужно и еще настало время чтобы посеять кукурузу у меня она уже посеяна в доме даже уже взошла правда тоже не стопроцентные сходы но кукурузу я посеяла и посажу эту высажу эту кукурузу между растениями кабачков и тыков вот так они будут потому что там стена будет такая южная теплая вдоль забора ну это все в будущем а пока и вы не забудьте посеять на рассаду все-таки забег для наших северных регионов вот в рассаде это достаточно большой если мы будем кабачки высаживать в грунт ну конечно они у нас тоже будут и вырастут но значительно позже вот а тыквы вот такие тыквы особенно которые растут грушей которые более южные теплолюбивые десертные тыквы мускатные тыквы они безрассадным способом к сожалению у нас ну не успевают вызревать если там одна-две только не дай бог завяжется и так и могут и пропасть поэтому только рассадой вот эти тыквы например я посаживаю ну вы были на канале у светлана родисад как я говорю всегда всего всем доброго хороших вам урожаев